Друзья, всем привет! Меня зовут Липомир Борода. Давненько мы с вами не виделись, не буду объяснять причины, потому что не хотелось видеться. Не то чтобы я не хотел вас видеть, но просто были на то какие-то свои и более интересные дела, чем запись видеороликов. Все таки лето, все таки какие-то развлечения, поездки, работа и так далее. Друзья, спорт и соответственно для того чтобы сесть в офис, в свою берлогу, чтобы сесть записать какой-то видос. Это же целое мероприятие и ты все время откладываешь, что ковер не так лежит, то надо пропылесосить, то не совсем уютно и так далее. Плюс сейчас этот период в межсезонье, отопления нет, в офисе холодно, когда холодно, тогда не уютно. Я включаю там свой кондиционер на обогрев, но он, знаете, в одном месте тут греет, а тут не греет. И, соответственно, тоже такой себе хардкор, как я говорю, не всегда есть желание что-то делать, потому что тут жарко, а ноги в холоде, создается какой-то дискомфорт и так далее. Но, как бы там ни было, сегодня я пришел поработать пораньше, чем я делаю это обычно. Светло, уютно, есть классный чай и мне почему-то захотелось пообщаться с вами. Долго запрягаю, темы какой-то конкретно сегодня для ролика не будет, просто хочется попить с вами чай, просто хочется поделиться какими-то своими мыслями. Сегодня я пью вкусный чай Шухер от производителя чайной пьяницы. Почему я сказал вкусный? Потому что, действительно, как на мой вкус, этот чай вкусный. Это шу-пуэр, сырье отобранное Ильей Бадуровым и так далее. Это все можно почитать у меня на сайте, это можно почитать на сайте чайной пьяницы. Тут дело не в том, это не презентация чая, а в том, что, как вы знаете, шухи бывают разные. Вот этот именно, как я его понял, то что он для того, чтобы не торопиться, размеренно посидеть, попить, попить с друзьями, пообщаться. Почему я сейчас включился к вам, подключился для того, что хочется общения, хочется под этот чай поразмышлять, обсудить, посмаковать. Есть здесь маслянистость, приятная тягучесть, такая свойственная шу-пуэром, вкусность, вкуснотичность, я бы даже сказал. Мне этот чай очень нравится, но если, например, мне надо настроиться на работу, то, скорее всего, шухер я пить не буду, потому что он очень так хорошо себе размазывает на пообщаться. Насчет чего хотелось бы пообщаться, знаете, но всегда есть какие-то определенные темы, которые присутствуют с тобой на этой неделе, либо на протяжении месяца. Эти темы обычно тебя как-то касаются, либо беспокоят. Последнее, что я бы не сказал, что это беспокоит меня, но в последнее время несколько раз поднимался вопрос по поводу чайных церемоний, чаепития и перформанса с этим связанного. И так как я человек не совсем такой, как многие люди, которые пьют чай, ну, соответственно, мне интересно проговорить свою думку, так сказать, мысль по поводу всего вот этого вот всего. Сказал как Илья Бадуров прям, извините. Что касается чайных церемоний. Частенько, да, люди, когда приходят за чаем, либо там пишут, чаще всего мне пишут, потому что я не каждого пускаю сюда, это тема для другого ролика, почему я всегда не каждого пускаю, а для другого выпуска, потому что нас еще слушают подкастеры, то есть нас еще слушают на подкаст-сервисах. Вот язык заплетается, это шухер. Он мне говорит шухер и заплетает мой язык, тоже шухер. Так вот, про церемонии, я хотел сказать. Блин, вы представляете, как пинет меня чай, что я даже потерял мысль? Да, люди, когда мне пишут, спрашивают про чайные церемонии, как его правильно пить, а почему так, а не эдак. Ну, и очень часто почему-то большинство, ну, многие, кто не знаком с чаем, считают, что это, блин, ну, это какая-то религия. Ну, что это какая-то религия, что если ты его как-то неправильно выпьешь, то будет очень плохо, либо там будет как-то не так, как должно быть и так далее. Ну, проанализировав данную ситуацию, мне кажется, что во всем виноваты горе-маркетологи и люди, которые когда-то продавали на рынке скрепки и присоски, решили продавать чай. Они начитались кучу каких-нибудь легенд от таких же людей, которые тоже продают чай, понакопипастили гору информации о полезности чаев, о каких-то там еще штуках, что там вот обязательно пей такой-то чай и ты не будешь болеть там раком. Ну, это я утрирую, но есть, типа, такие темы и так далее. Ну, и, соответственно, люди, которые хотят попробовать, которые хотят начать, они начинают гуглить и сталкиваются с большим потоком какой-то ненужной информации, которая их отпугивает. Они не знают, блин, а как начинать? Вот у меня же там и посуда не та, и чайного стола у меня нет, и, возможно, там еще что-то, а тут вот такое-то, а как вот оно вообще, а сколько ли пролежал этот там шув в земле, как обычно тоже некоторые пишут, и так далее. Соответственно, далее это все приходит к какой-нибудь чайной церемонии, которую проводит какая-нибудь волшебная герла, которая в чае тоже не очень хорошо разбирается, но чайная церемония для нее – это прекрасная возможность заработать денег на лохах. Она вам что-то поналивает, что-то вам понарассказывает, несколько прекрасных легенд, напоит вас каким-нибудь дешевым фейковым чаем. Вы все будете радостны, потому что вы ничего не поняли, но было что-то таинственное, она будет радостна, что она поимела вас, заработала каких-то денег, и на этом, в принципе, все заканчивается. Поэтому, как бы, вот это вот название церемонии чайная, она, ну, почему-то от меня она отталкивает. Возможно, даже невозможно, а есть люди, которые, ну, действительно, круто прошарены в чае, которые действительно делают какие-то крутые ивенты с какой-то долей церемониальности китайской, и там, ну, правильный свет, какие-то там свечечки, приятная музыка, горловое пение, гвозди, стояние и прочие там танцы шаманские. Да, конечно, это все влияет на восприятие, и вы уходите с такой церемонии просветленным. Ну, это я опять утрирую. Вот. Что касается меня, я такими штуками не занимаюсь, и когда меня просят провести какую-то церемонию, я говорю то, что, блин, я не умею проводить церемонии, проводить я их не буду. Мы просто можем попить чай, мы можем напиться в халам этим чаем. Я могу рассказать, почему я его пью, для чего я его пью, как он на меня воздействует, и как он будет воздействовать на вас, если вы со мной набухаетесь в сопли этим, например, чаем. Опять потерял мысль, почему так происходит. Ну, я, опять же, через призму своего восприятия на чай смотрю так, что чай – это классный, вкусный напиток, у которого есть, от употребления которого есть определенные состояния. Состояние чайного опьянения их называют, такие, кто-то там называет это охеренной там какой-то точкой ци, которая вот работает, ну, и так далее. Ну, так как я не китаец, мне проще это все объяснить там российской мовы, потому что украинской я еще не дуже гарно спелкуюсь, хотя дуже намагаюсь ци робиты для того, щоб ци ролики и подкасты вже потем записывать украинскую мову. Но поки еще я не можу выразить все свои мысли украинской мовы, я рассказываю вам это все российским языком. Долго, да? Нудно я вообще все это рассказываю. Может быть, не стоит рассказывать вообще. Вот. Чай дает мне определенные чайные состояния, которые мне очень нравятся. Благодаря чаю я перестал бухать, я не употреблял алкоголь вообще. Благодаря чаю я перестал пить кофе, потому что он мне неинтересно. Благодаря чаю я нормально выстраиваю свой тайм-менеджмент. Ну, и как бы даже вот этих пунктов уже для меня, они для меня очень много значат, почему я пью чай. Я стараюсь не пудрить людям мозги тем, что выпьешь чаю и станешь просветленным. Я не заставляю их там ходить на гвоздях и не исполняю им песни горловым пением. Я просто пью чай и своим примером показываю, что, блин, да, это классно. Почему это классно? Ну, я не химик, но чай это растение, да, которое имеет ряд каких-то особых преимуществ, которые действуют на наше состояние. Если сравнить это, например, с кофе, что очень часто меня просят сделать и мне очень сложно это объяснить, ну, кофе для меня это такой, знаете, бодряк-стимулятор, притрен, который ты выпил и глаза расширились, ты понимаешь, что надо что-то делать, но что делать ты не понимаешь. Примерно так действует кофе. Плюс действует очень недолго и, соответственно, для того, чтобы опять начать понимать, что тебе надо делать, чтобы ничего не понять, тебе надо попить еще кофе. И к концу дня ты ничего вообще не понимаешь, тебе все равно хочется спать, и ты становишься очень рассеянным. Ты вроде сделал много всего, но собрать вот это вот в кучу, проанализировать ты уже не можешь, потому что, ну, потому что кофе так работает. Вот. И, соответственно, что касается чая. Чай не будоражит, он не бодрит как-то, а он будет бодрить. Будет бодрить Ахмат, который вы сразу пачку зальете кипятком и сожрете столовой ложкой. Будет бодрить очень-очень лихо и, ну, вот реально нормально. Можно прям не заморачиваться с китайским чаем, вот купить вот этой вот шляпы, пожрать ее прям вот нормально. Так и будет очень сильно бодрить. Ну, если вам надо вот, чтобы у вас вот садануло. Либо будет бодрить, я не знаю, ну, сожрите там, блядь, луковицу, когда проснётесь, она тоже бодрит. Вот. Что делает чай? Чай постепенно, плавно вводит вас, заставляет ваш мозг работать, знаете, как, ну, как будто вот пришла уборщица и навела там хороший порядок. Хорошая уборщица, которая раскладывается по полочкам. То есть вы проснулись, у вас есть, ну, возможно, какая-то каша в голове. Почистили зубы, попили воды, позавтракали. Возможно, вышли на прогулку, что делаю я, там, гуляю с собакой. Послушали какую-то аудиокнигу, либо полистали в соцсети, ответили на какую-то там почту и так далее. Пришли домой, заварили чай. Чаю посвятили как минимум полчаса. Ну, чай – это вот именно такое мероприятие, которое требует времени, чтобы его попить. Сели, заварили, налили, попили. С первых же глотков вы начинаете, как бы, ощущать, что внутри у вас, да, наводится какой-то порядок и мысли, ну, более как-то проясняются. А говорить о том, что вас там садануло и вы стали бодрее – нет. Но вам не хочется спать, вас не штырит, как от кофе. Вы просто, ну, грамотно, разумно думаете. Я, например, это делаю за компьютером. Я сразу сижу, работаю. И по мере того, как я работаю, я проливаю, завариваю, наливаю, завариваю, наливаю, пью. И, как бы, вхожу в этот день плавно, но очень, так сказать, практично. Вот. И вот это состояние, оно, ну, как бы, мне очень нравится. Оно очень здорово работает. Какого-то передоза тут у меня не бывает, потому что, ну, ну, как-то я знаю, какую норму мне насыпать, сколько я проливаю. И чай быстрее выйдет, нежели я им передознусь. Ну, выйдет – это когда он уже перестанет отдавать себя, лист отдавать себя воде для того, чтобы вы получали какой-то, ну, классный напиток. То есть, он станет уже пустой, и вам будет неинтересно его пить. Пока чай не стал пустым, вы обретаете именно охрененное состояние, которое я иногда называю, знаете, как, бля, что так можно было. Ну, типа, помогает чай, это слова уже не мои, там, Илья Бадуров об этом говорил, многие люди об этом говорят, то, что чай позволяет посмотреть на вещи под другим углом. То есть, именно мы часто смотрим на что-то, и ответ кроется прямо вот он перед глазами, но мы его не видим. А вот когда мы пьем чай, блин, он обнаруживается. Я не знаю, как это работает, но это работает. Вот, и, соответственно, когда ты находишься в таком состоянии, тебе хочется находиться в таком состоянии всегда, потому что, ну, реально, быть, как бы, более сконцентрированным, более, принимать более какие-то качественные решения, структурированно разрабатывать там свой какой-то рабочий план, писать какие-то креативы, если они вам нужны по работе, решать какие-то задачи. То есть, знаете, когда вы там вот что-то делаете, и остановились, и не знаете, блядь, как же дальше поступить? И вот это вот место, как раз, когда надо просто вот все оставить и пойти попить чай. И вот пока вы будете пить чай и думать об этом, вы начинаете находить правильное решение. Такие, бля, точно, вот так. Пошли, сели и начинаете делать, и даже забыли, что тебя можно еще проливать, потому что вы его до конца не допили. Но он уже сработал, вы уже получили то, что от него требовалось, и куда-то побежали. Это, к слову, о том, почему я его пью. Я его пью часто один, мне это нравится, потому что чай с друзьями, это уже, ну, немножко другая тема. Там уже, ну, возможно, не надо принимать никакие решения. Там он больше раскрывает вас, и вы можете интереснее рассказать что-то. Как сейчас вы видите, наверное, по этому ролику, я начинал его пить, во мне не было чая. Ой, начинал его записывать, во мне не было чая. Сейчас я пью чай и общаюсь с вами, и я раскачал себя постепенно, по мере того, как я употребляю чай. Мне приходят мысли, я их озвучиваю, и, соответственно, так это работает. Когда вы понимаете, что вам нравится это состояние, вы, соответственно, не хотите с этим состоянием расставаться. Состояния эти, они очень тонкие, их надо чувствовать. И, меняя чай, меняя сорта чая, купажи чая, пробуя разный чай, вы улавливаете разницу в этих чаях, разницу во вкусах, разницу в чайном вот этом опьянении и в каком-то действии на ваше внутреннее сознание, на ваше состояние, на ваши эмоции. Ну, вот на все вот это. Каждый чай работает по-разному. Это можно сравнивать с музыкой, когда, знаете, вы слушаете разную музыку, но она и действует на вас по-разному. Например, если я в спортзале начну слушать какую-то музыку, под которую классно танцевать медляк с девушкой, то и выполнить какие-то определенные задачи там на интенсив с нагрузками у меня не получится, потому что, блин, на меня музыка будет притормаживать. Вот, а если я включу какой-то бодрятский классный хардкор, то, соответственно, я и вес могу взять побольше, потому что он меня мотивирует. Потому что ты ходишь, такой, блядь, надо что-то вот это сделать. С чаем то же самое. То есть, как музыка влияет на вас с помощью вашего слуха, так чай вот влияет на вас, когда вы его употребляете. И это интересно. Это интересно пить, это интересно пробовать, интересно миксовать чай, интересно пить сегодня один, завтра другой, а послезавтра вот тот же самый, но из другого чайника. И тут уже начинается, эта песня начинает крутиться так, что вы вливаетесь в эту культуру, вы начинаете экспериментировать с посудой, вы начинаете пробовать там один, другой, третий чайник, одну, вторую, третью пиалу, попить чай на улице, попить чай с друзьями, попить на лавке, пойти куда-то туда и там тоже его попить, как я делаю. Например, там поднялся на гаверле, там пиздец, как холодно, дождь, мы все мокрые, вот так вот колотит, не можешь даже телефон разблокировать, руки валят, а я завариваю чай, потому что, ну блин, мне хочется его там тоже попить. Вот, и когда ты льешь, вот, а ветром сдувает струю, что она практически не попадает в ваш чай в чихае, но все равно это чай на гаверле, и такого чая вы в своей жизни больше нигде не попьете, потому что, ну, он был в том моменте, и вот такой вот он был. Он был охрененный, и он запоминается на всю жизнь. Вот, и к чему я все это веду? То, что когда вы начинаете играть в эту чайную игру, вам не хочется играть в другую, вам не хочется пить алкоголь, он просто вам не нужен, вам не хочется пить кофе, ну, просто вы представляете, вы вот так классно себя чувствуете, вам все время хорошо, у вас есть море всего неизведанного впереди, потому что чаев этих великое множество, главное найти хорошего барыгу, в принципе могу выступить в этом. Во-первых, я, ну, я шучу, чайного барыгу, да, людей, которые пьют чай, которые им живут, которые болеют этим чаем, у этих людей можно купить нормальный чай, потому что они говно продавать не будут. Если вы видите человека, который продает чай, кофе, там, винишко, может попить, еще у него конфеты на прилавке с ромом внутри продаются, то этот человек не разбирается в чае, потому что он, ну, во-первых, он пьет кофе. Если ты пьешь кофе, ты уже не прочувствуешь миллион тонкостей чайного состояния, потому что, ну, попив вот сейчас мне кофе, я просто атрофирую себя изнутри, как, знаете, такое отравление. Это то же самое, что, например, быть, там, каким-то винным дегустатором, как они называются, сомелье, да, и ебануть какой-то стакан уксуса просто перед тем, как пойти пробовать вино. Так же чай с кофе, ну, для меня, опять же. Вот. Это все к чему? Это все к тому, что я хотел просто объяснить, ну, вот почему я его пью, почему мне это нравится, почему я не провожу церемонии, потому что, ну, по сути, они не нужны. Сесть всем вместе за стол, попить чаю, это ок, но я бы не назвал это церемонией, потому что церемония, ну, это, наверное, что-то другое. Ну, вот. Ну, и, как по мне, вот эта церемония, она, ну, ни к чему, потому что я пью чай для того, чтобы получать классное настроение и делать какой-то перформанс, там, типа, бля, не бери эту кружку, потому что сейчас передастся моя энергия, ее надо обязательно взять щипчиками, либо будет пиздец, и ты, и вот чайные боги к тебе не придут. Ну, вот, я этого не понимаю. Возможно, я тупой просто, и, как бы, ну, вот люди, которые это делают, ну, они просто более просветленные, и вообще я все делаю не так. Но я считаю, что если мы едим сосиски вареные в кастрюле, то, блин, и вилкой, как бы, да, то, ну, не надо делать из этого церемонии. Не надо, блядь, их поднимать на какую-то хуйту, вставать на гвозди, типа, блядь, сейчас я буду есть сосиску. Так же, вот, наверное, и с чаем. Но, опять же, у меня, как вы видите, на столе присутствуют лягушки, всякие штучки, у меня есть чайный стол, у меня есть чайник, у меня есть пиалы. Это все есть, потому что это очень удобно с точки зрения практической. Все предметы нужны для того, чтобы выстроить себе какую-то определенную, знаете, компанию, определенный, да, такой перформанс для того, чтобы, когда ты пьешь чай, ты мог сосредотачиваться на определенных действиях. То есть, когда я поливаю фигурки, ну, во-первых, я сливаю чай, который мне не нужен, воду, которую я промыл чай. Ну, и для того, чтобы не плескать ее просто сверху вниз, это мне интересно, прикольно полить каких-то фигурок. Да, они такие, типа, попили, ну, это так вот в китайской культуре, как я так понимаю. Либо это барыги нам принесли. Ну, смысл в том, что вы выставляете себе прикольные какие-то фигурочки, которые вам вот очень нравятся. Если вы их поливаете, например, эту жабку, она такая, а, я попила чай, у тебя теперь будет богатство. Ну, как-то так. Ну, я их поливаю просто потому, что мне прикольно их поливать, они такие блестящие, интересные становятся. Ну, и своих жаб я вожу с собой везде, куда еду сам. И получается, что это мои жабы-путешественницы, они обретают уже совершенно другой смысл. Это предметы, которые я вожу с собой, они поднимают мне настроение, ну, и, соответственно, надо же с кем-то чай пить. Сейчас пью с вами. А если бы к вам не подключился, пил бы с жабами. Ну, и, соответственно, эти жабы повидали, ну, например, ту же Украину намного больше, чем многие жители Украины. Ну, соответственно, это же классные жабы. Почему бы с ними не попить чай? Они столько всего видели. Просто сказать не могут. А, ну, блин, у нас есть много общего. Я уже пошел в какое-то другое русло. Чай я уже почти что допиваю. Ролик этот непонятно про что. Ну, и подкаст тоже. Но мне почему-то очень хотелось его сделать, записать, потому что было время. Вот. И я его записал. Поэтому я его обязательно выкладываю на YouTube и на подкаст-порталы. Ну, если, конечно, как это говорят модные блогеры, да, если вам было интересно, задавайте вопросы, ставьте лайки, там, какие-то подписки. Не буду так говорить. Просто скажу, что, ну, реально, если вы заходит такой пиздеж, ну, я время от времени буду попездывать еще на какие-то темы, опять же, связанные с чаем и теми самыми штуками. Просто чайных каналов, на самом деле, это что, здравствуйте, сегодня доброе утро, добрым людям. Сегодня мы с вами поговорим про чайные состояния. Я покажу, как я кручу нунчаки, стою на гвоздях и, блядь, зажигаю благовоние. Вот. Соответственно, таких каналов до хрена. Такой, ну, ерундой мне заниматься, во-первых, некогда, во-вторых, неинтересно. Но порассказывать про то, например, как мне, например, пишут то, что зачем ты вот там вот про политику что-то говоришь. Ведь чай вне политики. Вот. И как я посылаю этих людей нахуй. Ну, вот об этом мне рассказывать, например, интересно. Потому что я считаю, что, ну, вне политики не может быть ничего. Мы живем в этой стране. Соответственно, людей, которые покупают чай в России, я считаю, мудаками. Потому что, блядь, ну, идет война. Парни, много парней погибает на фронте, да. Они каждый день там спят в каких-то окопах, траншеях, как-то перебиваются для того, чтобы вы здесь пили чай. Ну, и, соответственно, еще и, блядь, газгольдеры. Ну, неужели в Украине нет нормального чая? Ну, блядь, если ты хочешь потратить деньги, ну, блядь. Ну, купи того же самого чая, там, чайного пьяница или еще кого-то. Поддержи украинского производителя. И отошли эту посылку на фронт. Парни тоже попьют, порадуются. У них поднимется настроение. Они оценят ситуацию под другим ракурсом. Потому что чай так работает. Они там не бухают. Им будет кайфово. Потому что там, ну, их любят, их поддерживают. И знают, что все, что они делают, это не зря. И то, что на них никто не забивает болт. И так можно двух зайцев убить просто, да. И украинского производителя поддержать. И украинского военного поддержать. Вот. Ну, вот у меня мысли такие. Если бы, блин, не согласны, можете написать мне комментарии. А если согласны, то можете тоже написать мне комментарии. А если хотите, мы можем вообще просто обсудить эту тему в каком-нибудь очередном выпуске. Все. Не хотелось заканчивать на такой волне. Хотя, наверное, хотелось. Что я буду вас обманывать? Я допиваю свой чай. Какой бы ни был классный шухер на поговорить и расслабиться. Все-таки мне надо садиться за работу. Работы у меня много. Я занимаюсь маркетингом. Плюс я немножко продаю чай и какие-то всякие прикольные штуки. Все время что-то придумываю. Ну, и, соответственно, соответственно. А что хотел еще сказать. Наверное, многие из вас, кто меня смотрит, на меня подписан, знают, что я являюсь амбассадором компании Swaston. Эта компания делает классные вещи. Это украинский продукт. Ну, соответственно, я всегда топлю за то, чтобы люди поддерживали украинских производителей. Вот, и до конца этого месяца, а сейчас у нас, потому что ролик потом будут смотреть через два года спустя и пытаться там что-то там узнать. Вот, сейчас запомните. Сейчас октябрь 2021 года. Вот до конца октября 2021 года по промокоду LBMR, вот такому, вы можете получить скидку минус 20% на продукцию Swaston. Поддержите украинского производителя, одевайтесь в классные вещи, качественные, гордитесь, любите свою страну, пейте классный чай. Опять же, в Украине сейчас много классного чая под брендированием уже украинских производителей. В первую очередь, конечно, надо отметить бренд чайной пьяницы, который, ну, реально дает возможность пить крутые чаи за небольшие деньги, нарабатывать свою вкусотеку, быть классным и прекрасным. Все, до новых встреч. Это, честно говоря, еще какой-нибудь чепухи. Обнял. Обнял.